MF Doom является одним из самых талантливых и экстравагантных MC и мастеров бита в современном хип-хопе. Взяв имя злобного персонажа из комиксов Marvel, если кто не знает, это создатели Спайдермена, Халка и огромного количества разных мутантов, он читает своим доносящимся из-под гладиаторской маски глуховатым голосом не только про мультфильмы, кино и чудовище с космоса, но и про расу и ненависть и подростковую безграмотность. Его сольные альбомы, выходившие под псевдонимами King Ghida и Victor Wong, а также совместные проекты Mad Villain и KMD, уже стали классикой хип-хопа. Но не все протекало так гладко в жизни Дэниэла Думилайя. Обо всем по порядку. Первое появление на музыкальной сцене в составе группы KMD, исполнявшей хип-хоп, первый сингл и альбом Мистер Худ в 1991 году, стали весьма успешными творчеством. Почти все треки на этом альбоме связаны между собой персонажами из учебных кассетов по имени Мистер Худ. Это лишний раз подтверждает стремление автора к концептуальности в своей музыке. Данный альбом вышел 16 лет назад. Его уровень позволял с уверенностью судить о блестящем творческом и даже коммерческом потенциале группы. Однако уход третьего рэпера из KMD. Затем в 1993 году отказ музыкантов от изменения идей и неполиткорректной обложки второго альбома и как следствие расторжения контракта с Лейбомом. Возможно, только ненадолго задержали бы выпуск альбома. Но произошла трагедия. Погиб младший брат Дума и партнер по коллективу Саржо. Шесть лет без деятельности – это слишком большой срок в шоу-бизнесе. И уж тем более на маленькой сцене экспериментального хип-хопа. Но возвращение состоялось. И такое. Официальный релиз того самого скандального второго альбома KMD Black Basterds, а также выпуск сольника Operation Doomsday уже по всем рейнамам M&T. Он сам объясняет происхождение столь странного сценического имени тем, что в детстве приятели его звали Doom. Приставка MF позаимствована у друга, тоже рэпера, MF Dream. К этому еще можно добавить любовь к комиксам, в которых одного злодея звали Doom. А аббревиатуру MF можно расшифровать по-разному. И в том числе, как Metal Face, что напрямую указывает на маску, в которой он теперь всегда выступает и даже дает интервью. Как-то раз журналист во время одного такого интервью по телефону спросил у него про один из его альбомов, вышедших под другим псевдонимом, King Ghidra. Так в комиксе про Годзиллу зовут огромную трехголовую ящерицу, появившуюся из космоса. MF Doom повесил труп. И после того, как журналист перезвонил, труппу взял уже этот самый Змей Горыныч из того самого комикса. Альбом Короля Гидра вышел на английском лейбле Big Dada в 2003 году. Не всегда дело доходило до полноценных стойных альбомов, но то количество синглов, а особенно количество совместных записей, где он участвовал в качестве приглашенного MC или битмейкера, поражает своим разнообразие. Здесь и Third Bass с Def Jam и Herbalizer с Ninja Tune, Prefuse 73, Squared, Deva Soul и еще многие-многие другие, а также Мэтт Лид. Совместно с последним, продюсером с западного побережья, был записан один из самых успешных альбомов в Думе. Тексты и аранжировки представляют у себя неслабую смесь, царапающую слух пыльными сэмплами и сухими языками. Скрытый ритм и неявная ритма открываются не всем, но уж если вы поняли текст и поймали бит, то Мэтт Вилл, Безумный Злодей, так переводится название проекта. Встретив вас в темном переулке, станет вашим верной другом. С нетерпением ожидаем второго альбома. Еще один совместный проект Дума, который нельзя не упомянуть, это Danger Doom, в котором он участвовал в основном как MC. И характерная особенность хип-хопа, когда текстовый посыл оказывается на переднем плане и здесь сработан. Его партнер по альбому Danger Mouse, это один из самых востребованных продюсеров в ныне, работавший над последним альбомом Gorillaz и являющийся автором радио-телехита Crazy. Но все-таки маска оказалась сильнее мыши, которая ее приметила. А альбом так и называется – Мышь и маска. Все как в жизни, но не забывайте, что эта жизнь наблюдается глазами героя комиксов или космического пришельца. Вообще тема комиксов и научной фантастики стала стимулом и проходит через творчество многих супергрупп и суперисполнителей. От Крафтвер и Джордж Клинтон до Африка Бомбата и Underground Resistance. Но в творчестве MF Doom, или как он еще себя назовет, эта концепция выражена очень ярко и интересно. И не ошибусь, если скажу, что его герои видят и слышат немного больше, чем мы, простые земления. Субтитры создавал DimaTorzok